Здорово, любопытные! С кем еще не знаком? Меня зовут Реутов Виталий. Более 10 лет своей жизни я просидел в тюрьме. Это ни в коем случае не обозначает, что я пропагандирую АУЕ на своем канале, либо в жизни нет. Я наоборот, пытаюсь донести до людей, в большей части до молодежи, что если тебе интересна тюремная романтика, когда ты хочешь познать преступный мир, узнаю в нем заочно от меня, не попадая в тюрьму, не совершая преступления, причиняя тем самым кому-либо горе и страдания. Прежде чем я начну свой рассказ, хотел бы порекомендовать вам одного очень хорошего человека, с которым мы уже давно знакомы. Он работает адвокатом и ведет свой YouTube канал с очень интересным контентом. Он рассказывает в своем канале, как избежать многих проблем, такие как, например, что делать, когда вам подкинули наркотики, как остановить беспредел со стороны сотрудников полиции, как условно-досрочно освободиться, что делать, если, например, тебя незаконно задержали и еще много других полезных моментов, а также может провести вам бесплатную консультацию на своих прямых эфирах, которая в жизни, между прочим, очень дорого стоит. Ссылочка будет в описании под видео, обязательно подпишись, там будет много чего интересного, я тебе обещаю. Человек-профессионал в своем деле, у него 99% выигрышных дел. Вы очень часто просите меня в комментариях под видео, либо на моих прямых эфирах, кстати, которые частенько проходят на моем канале, кто еще не в курсе, рассказать какую-нибудь интересную историю, связанную с моей жизнью, проведенной в тюрьмах и лагерях. Наподобие историй про крысу, которая вам очень зашла, кстати, кто не видел, можете посмотреть у меня, найти ее на моем канале, либо я оставлю ссылочку на нее в конце видео. За все время, проведенное мною в тюрьме, я слышал много разных историй от старых арестантов, от которых просто захватывало дух. Но вы должны понимать, что многое в этих историях является бурной фантазией старых каторжан. А может и нет. Может все до единого словечка, наоборот, в них правда. Кто знает. Историй у меня таких много, и я решил вам их поведать. Сейчас я вам расскажу одну байку, которую я услышал в тюрьме на первом централе в городе Челябинске, от человека, просидевшего 27 лет в тюрьмах и лагерях. Его уже нет в живых, так как туберкулез за колючей проволокой очень жесток, тем более по отношению к пожилым людям. Подобные истории во взрослом возрасте и даже в тюрьме заставляют меня почувствовать себя маленьким ребенком, которому дедушка рассказывает интересную сказку. Поэтому, с вашего позволения, я буду рассказывать эту историю от первого лица, как будто бы это произошло со мной. В возрасте 16 лет я попал на малолетку. СИЗО 75-5 это пятый централ в городе Москва. И, наверное, из-за того, что там есть целый корпус, который является малолеткой, по всей тюрьме ходит очень много разных историй и баек, связанных с разной паранормальщиной. Тюрьма очень старая. Как говорят, все тюрьмы в Москве построены еще Екатериной II. Кстати, вы знали, что из тюрьм России, точнее из того, как они построены, можно сложить имя Екатерина, если посмотреть с высоты птичьего полета? Вот, например, в моем городе, где я сейчас живу, это Екатеринбург, есть тюрьма, которая построена в виде заглавной буквы Е. Сейчас, конечно, очень сложно подтвердить эту информацию, потому что сейчас у всех тюрьм и лагерей появились новые корпуса и пристройки. Так как изоляторы приходится расширять из-за большого количества преступлений. Ну так вот, на централ, на который я приехал, было два корпуса. Один старый, один новый. На новом сидели малолетки, а на старом сидели взрослые. Но это было в то время, как сейчас не в курсе. Соединены между собой эти корпуса были кишкой. Так зэки между собой называют длинный холодный коридор, соединяющий корпуса. Так как он висит в воздухе, плохо освещается и очень холодный. О тюрьме ходит несколько легенд. Одна из них, кстати, связана с той самой Екатериной. Поговарив, что ночью в кишке можно услышать ржачьи лошадей, стук копыт, при желании даже увидеть саму Екатерину в колеснице. Вторая история про малолетнего, 14-летнего пацана, которого до смерти в карцере забили мусора. Типа, что по ночам из окон камеры до сих пор можно услышать его плач. Вот как раз история, что случилось со мной, связана именно с этой легендой. Время ближе к часу ночи. Вся камера спит. Это была, кстати, пресс хата, в которую меня закинули мусора на 3 месяца, чтобы выудить из меня информацию по двум моим нераскрытым преступлениям. Скорее всего из-за того, что ежедневно в камере кого-то били, унижали, издевали. И все это и произошло. Было очень много негативной энергетики. Так вот, в камере все спят, кроме меня и дорожника. Дорожника звали Олег. Он стоял на дороге. Кто не в курсе, что такое дорога, это связь между камерами. Грубо говоря, веревка за окном, которая называется «Конь». Вот по ней передаются записки из камеры в камеру. В общем, Олег стоит у окна, я хожу по камере. Ну, если там, например, с соседями нужно поговорить, там, дорожнику помочь, ну и прочие моменты. Напротив нашей хаты камер не было. Соседняя слева от нас была обиженная. Там сидели опущенные, но на тот момент она пустовала. Люди сидели только справа от нас в камере. Связь с соседней камерой в плане голосового общения была через решку. Так называют окно в тюрьме. Стучишь соседям в стену, либо они тебе определенный звук, потом подходишь к окну и разговариваешь. Время час ночи, очень тихо. И тут из окна раздается плач. Вот прям такой тихий, искренний, детский плач. Я спрашиваю у дорожника, ты слышишь? Он говорит, да. Мы начинаем стучать соседям в стену. Они подходят к окошку. Мы говорим, это у вас кто-то плачет? Он говорит, нет, вы что? Да и в принципе вообще на малолетке, чтобы кто-то плакал, тем более так громко и при всех. Сожрут морально за такое. Я спрыгиваю с окна, а плач не прекращается, как будто только отдаляется. А потом затихает. И за окном резко появляется звук качающихся качелей и детский смех. За окном, выходящим в тюремный дворе, где никаких качелей быть не может. А тем более детей. Спустя какое-то время все затихло. Через пару дней я спросил у продольного, бывает ли тут такое. Это сотрудник, который дежурит на коридоре, он сам был молодой парень. Он сказал, что лично не слышал, но есть такой корпусной на тюрьме мямля. Так его называют местные. Он уже в возрасте и у него постоянные приступы эпилепсии. Но его не увольняют, потому что он давно уже работает и знает эту всю тюрьму, как свой дом. Говорят, что он участвовал в избиении этого 14-летнего пацана, которого убили в изоляторе. И то, что ребенок этот постоянно плачет, это потому, что мямля до сих пор безнаказанно тут работает. И он приходит к нему. А когда он начинает плакать, у мямля начинаются приступы эпилепсии. После чего плач меняется на громкий смех и все затихает. Ну вот такая история, друзья. Я очень надеюсь, что вы кайфанули и вас пощекотали все-таки мурашки в некоторых моментах. У меня есть еще немало подобных баек. Если вам зашел такой контент, покажите мне это лайками, комментариями и репостами. А если мы соберем 50 тысяч лайков, то я вам расскажу историю про больного на голову сотрудника тюрьмы с кличкой Котопес. Который по ночам ходил около камеры, то мяукал, то гавкал. Я вам расскажу историю, с чем это связано и за чего он стал таким. Тюрьмы, друзья, хранят в себе много интересных историй, удивительных фактов и баек. Поэтому подписывайся на мой канал, кто еще не подписан. Жди новую крутую историю. А пока можете посмотреть историю про арестанта и крысу, которую я уже снимал на своем канале. И, конечно же, обязательно подпишись на мой инстаграм, телеграм-канал и тикток. И, соответственно, на адвоката Данилова. Все ссылки будут в описании. Там есть много чего, того, что нет в ютубе. Увидимся. Продолжение следует...